Энергономика Владимира Путина в Узбекистан, в частности, то, что прокачку газа туда планируют нарастить до 11 миллиардов кубометров, но нельзя не отметить синергетический эффект для всего Центрально-Азиатского региона. На днях появились сообщения, что власти Казахстана будут модернизировать газотранспортную свою систему для транзита российского газа в Узбекистан. И говорится в сообщении, что Астане выгодно это соглашение за счет и транзитных платежей, и за счет паритета. Перспектива поворота российского газа на юг, каковы они? Да, в целом тут газовая отрасль, она укладывается, наверное, в общеэкономическое развитие отношений России и Центральной Азии, и Узбекистан фактически становится крупным торговым партнером, если, наверное, так глобально мы посмотрим. Раньше европейцы на себя очень много оттягивали, в том числе из-за того, что наша нефть, например, шла в Порт-Роттердама, и у нас Нидерланды являлись одним из крупнейших торговых партнеров. Хотя дальше эта нефть, конечно, расходилась и по всей Европе, и по всему миру, но, тем не менее, оттуда была отгрузка, вот, пожалуйста, в Порт прибыл, значит, Нидерланды у нас по статистике были крупным торговым партнером. Сейчас, скорее, у нас в числе таких торговых партнеров все те, через кого идет, в общем-то, товар, наши энергоносители, например, на их рынок, и Узбекистан, он становится очень крупным торговым партнером. Понятно, огромный гигант Китай, огромная Индия, потому что мы туда отправляем чуть ли не половину нашей нефти теперь, ну, а дальше Узбекистан, в общем-то, он вполне много-много мы торгуем. И наши товары идут через Узбекистан на мировой рынок, и к нам приходят, в общем-то, тоже через них множество товаров. И энергетика здесь, она такую большую долю, наверное, всего этого торгового баланса занимает во многом из-за внутренних процессов в Узбекистане. Дело в том, что они сами очень много добывают газа, у них довольно большие запасы, Узбекистан находится на втором месте после Туркменистана по запасам газа и по объемам производства. Но при этом у них очень большое внутреннее потребление всегда было. То есть в странах довольно хорошо газифицировано, и экономика уж тем более сейчас развивается, и потребление возрастает. И они столкнулись вот с таким газовым крестом, можно сказать, когда объемы добычи, они снижаются, потому что уже наступает такое истощение месторождений, а объемы потребления, наоборот, растут, причем опережающими темпами. И очень тревожный звоночек был зимой с 2022 на 2023 год. Вот тогда у них физически не хватало газа, довольно холодная погода была, и они даже остановив экспорт в Китай, у них с Китаем подписан был контракт на 10 миллиардов кубов ежегодной поставки, но они в итоге никогда его так и не выполнили, ни в один из годов. И даже остановив вообще экспорт газа в Китай, Узбекистана все равно не хватало, потому что ежесуточно, именно зимой, в довольно морозную погоду, нужно было много потреблять газа, и для котельных, для ТЭЦ не хватало газа, и поэтому теплоноситель, ну вот обычная вода, условно говоря, в батарее, уже недостаточно горячая шла, и люди в квартирах мерзли, вот в Ташкенте выходили, там даже костры жгли для того, чтобы согреться на улице. И буквально сразу, в общем-то, было найдено решение, уже на Санкт-Петербургском экономическом форуме, ровно вот год назад буквально, Узбекистан подписал контракт на поставку уже российского газа, и с 1 ноября 2023 года газ пошел в Узбекистан транзитом через Казахстан. Там был уже газопровод, то есть это такая история, когда выигрывают все. Газпром смог хоть немножко оттолкнуться, значит, в плане экспорта, и сейчас экспорт у него в 2024 году уже растет постоянно, потому что и в Китай больше поставляет, и, соответственно, в Узбекистан. Узбекистану нужен был газ, Казахстан получает транзитные прибыли, и не нужно делать никаких инвестиций. Этот газопровод, Средний Азия-центр, он существует с советских времен, только теперь он в обратную сторону качает. То есть раньше из Центральной Азии газ шел на территорию, по сути, тогда РСФСР, и дальше он либо потреблялся, либо перемешивался в газопроводах и уходил на экспорт в Европу. Но теперь в обратном направлении все это работает. Но довольно такой неожиданной ситуацией оказалось то, что договаривались примерно о 3 миллиардах кубов в годовом выражении, что вот отопительный сезон будет с ноября где-то по апрель, а дальше Узбекистану будет хватать своего газа. А потом опять в следующем году зимой тоже начнем качать. А оказалось, что зимой Узбекистану не хватало гораздо больше, чем он забронировал. И была дополнительная заявка, и даже глава Газпрома Миллер отчитывался Путину, что чуть не в три раза превышает эта заявка ежесуточная от Узбекистана изначально подписанные документы. И в итоге в годовом выражении может выйти не 3 миллиарда кубов, а даже около 6 при поставке в Узбекистан. А сейчас договариваются о том, что в ближайшие годы, может быть, и до 11 доведут. Но здесь уже, на самом деле, гораздо более комплексное соглашение должно быть еще и с Казахстаном. Потому что Казахстан идет ровно по такому же сценарию, как и Узбекистан. У них тоже собственная добыча начинает снижаться, а внутреннее потребление растет. И они еще и договариваются о том, чтобы продолжать газификацию страны. Либо непосредственно сразу с территории России, вот на северо-восток, скажем так, зайти. Либо от вот этого как раз газопровода еще дополнительные нитки строить от существующего Средний Азия-Центр. Строить уже там вглубь страны, по сути. Поэтому, когда сейчас они собираются модернизировать гезотранспортную систему, им сразу стоит закладывать не только вот эти 11 миллиардов кубов, которые из России в Узбекистан пойдут. Ну и скорее еще больше, в общем-то, расширять гезотранспортную систему, рассчитывая и на себя. И в этом плане это один из наиболее таких быстрых сценариев, как Россия может увеличить экспорт. Потому что с Китаем мы видим очень сложные переговоры, идут по силе Сибири-2. А в Центральную Азию, пожалуйста, газопроводы есть, у нас месторождение есть. Просто контракт подписываешь, и газ идет. В этом плане это, опять же, очень удобная история для всех. Но вот будем смотреть, как теперь коммерческие соглашения еще будут подписывать вслед за переговорами. Ну, судя по прошлому году, когда быстро на экономическом форуме подписали контракт, может быть, и сейчас мы второй контракт уже увидим. А какое место в этой схеме отведено Туркменистану? Это же одна из самых богатых газом стран на планете. Большая общая граница с Узбекистаном. Есть граница с Казахстаном, граница с Ираном, куда тоже можно торговать. Как вот это вписывается в схему? Ну, раньше, действительно, Туркменистан в Иран поставлял газ. Там около 10-15 даже миллиардов кубов. Но потом Иран, который является вторым после России по объему запасам газа, он при этом долгие годы был импортером. Потому что у него месторождение сосредоточено на юге, вот прямо в Персидском заливе. Там одно и самое большое месторождение в мире. Иран его называет «Южный парс», потому что он у него с юга. А Катар, который тоже половину, по сути, этого месторождения газового контролирует, он называет его «Северный» либо «Северный купол». И Иран не мог построить долгое время газопровод туда, к себе, на север страны, и покупал газ из Туркменистана. Потом он достроил, наконец, и Туркменистан столкнулся с такой проблемой, что у него остался один покупатель. Это только Китай. Он с соседями фактически не продаёт, всё отправляется в Китай. И здесь такая большая загадка. Потому что есть три газопровода, три нитки из Туркменистана в Китай. Они никогда не были загружены на полную мощность, но при этом они каждый год договариваются о строительстве четвёртой. И здесь неясно, то ли Китай не берёт, потому что он любит так раскладывать яйца в разные корзины и стремится, в общем, дирсифицировать источники поставки газа. То ли Туркменистан не может добыть уже больше газа. Поэтому для нас такая двоякая история, когда Узбекистан и Казахстан, например, не могут экспортировать газ в Китай. С одной стороны, мы им начинаем поставлять, но с другой стороны, летом они опять возвращаются. И Узбекистан даже возвращается к поставке газа в Китай. Так-то можно было сказать, извините, сами себе поставляйте на свой рынок, запасы делайте, поступить довольно жестоко. Но с другой стороны, принудив Китай, тем самым подписывать с нами контракт. Ну вот здесь, наверное, во многом и по политическим мотивам, что всё-таки постсоветское пространство Россия считает зоной такого добрососедства. Поэтому пошла на подписание этих контрактов. Но для Туркменистана это освобождает рынок сбыта. То есть в этом плане, если у них какая-то была конкуренция с Казахстаном, Узбекистаном на китайском рынке, то теперь, в общем-то, позиции расчищаются, скажем так. Но будем надеяться, что всё-таки они расчистятся для нас, и мы построим силу Сибири-2. Но главное договориться о выгодных условиях. То есть для нас это тоже не самоцель. И то, что, кстати, не подписан до сих пор контракт, показывает, что Россия пытается отстаивать как раз свои интересы. И абы за какие там средства, за 3 копейки контракт такой важный, а он, естественно, на несколько, может быть, десятилетий даже подписан, предполагается, что вот мы отстаиваем свою цену, можно сказать. Да, но в начале 2000-х, напомню, Туркменистан до 90% добытого газа своего экспортировала в Россию. Россия уже дальше перепродавала в Европу, в Прибалтику, на Украину и так далее. Естественно, с наценкой. Сейчас ситуация другая. И Европа, как заявляют в том числе в Международном валютном фонде со ссылкой на слова лидеров европейских стран, Европа планирует полностью отказаться от российских источников энергии уже к концу этого десятилетия. Берлин пересматривает стратегию импорта газа, сократив значительную долю из Москвы в расчете, в том числе на норвежский газ. Еще все новые и новые санкции вводятся против российского сжиженного природного газа. В общем, отключая Россию, по крайней мере, такие планы строятся. Тем самым Европейский Союз, Европа ухудшает свою энергетическую безопасность. Об этом, опять же, подчеркивает Международный валютный фонд, потому что увеличивается зависимость от другого импорта. И достаточно ограниченное число поставщиков газа в Европу остается. Ну, тут действительно такая довольно интересная публикация МВФ. И они, можно сказать, говорят о том, что за 2022-2023 год существенное сокращение уже произошло импорта российского газа. И вот совсем немножко осталось вроде как дожать. И к 2030 году вообще можно будет не покупать российский газ никак, ни по трубпроводам, ни в виде сжиженного природного газа. Но они тут довольно интересно выводят, как бы, а что произошло в 2022-2023 годах. Они буквально называют, что это целенаправленная политика Евросоюза была по отказу от российского газа. Хотя на самом деле в Европе, в принципе, произошло большое сокращение объема потребления газа, то есть там примерно 90 миллиардов кубов, в общем-то, просто обвал произошел потребление. Крупная промышленность либо закрывалась, либо сокращала объемы производства. И началось это еще с середины 2021 года. Высокие цены. То есть они вот как раз зиму с 2021 на 2022 год проходили уже с ценами выше тысячи долларов за тысячу кубов. И от этого началось сокращение объема потребления. Это не Россия там коварная какая-то перекрыл. Нет, хотя санкции сказались. На энергокризис, действительно, тот же самый Северный поток-1. Там компания «Сименс» немецкая, она должна была ремонтировать турбины, которые создают давление в трубе, возить их в Канаду, потому что они там изначально были сделаны. Потому что когда строился еще Северный поток, в России подобных турбин не делали. И вот возвращать обратно их в Россию. А из-за санкций они не смогли это сделать или не захотели это сделать. А может, там вал санкций был и канадский, и американский, и британский, и общеевропейский. И были формировки серии того, что запрещено поставлять в Россию энергетическое оборудование. Ну, а сюда все что угодно можно записать было. Ну, и, соответственно, Сименс отказался выполнять свой контракт. И поэтому он остановился. То есть сейчас и сами Евросоюз, и МВФ постоянно хотят представить это, что вот Россия специально перекрыла газ. Нет, пожалуйста, мы же сейчас продолжаем поставлять газ, в том числе через Украину, через турецкий поток. И в этом плане, да, можно, наверное, отказаться к 30-му году от российского газа. Но тут должно быть два условия. Во-первых, развитие возновляемой энергетики. Но европейцы по этому пути идут. Они делают на него ставку, там есть свои проблемы у них. Но, тем не менее, вот они развивают возновляемую энергетику. Второе условие, что они должны не только, наверное, сохранить нынешний объем потребления энергии, прежде всего, в промышленном секторе, то есть низкий, кризисный, но, скорее, и продолжить деиндустриализацию. Вот нет потребителей, нет проблем. Вот такая, примерно, логика, что сделать, чтобы из России не брать газ. Ну, давайте еще уберем тяжелую промышленность окончательно, металлургию, стекольную и прочее, прочее. И вот некому будет потреблять газ. Ну, и замечательно, зато из России не нужно будет его импортировать. Поэтому остались-то не очень большие объемы. У нас в прошлом году примерно 27 миллиардов кубов мы поставили трубопроводного газа. Ну, в принципе, это много. Но по сравнению просто с 2021 годом, когда мы 160 миллиардов кубов поставляли, это уже гораздо меньше. Поэтому могут европейцы отказываться? Могут. Но это экономические издержки. То есть это еще раз подстригнет рост цен на газ. Еще менее конкурентоспособную сделают европейскую экономику. И явно европейские потребители за это спасибо не скажут. Ни бизнес, ни обычные люди. Потому что они по-прежнему вынуждены покупать довольно дорогой газ. И сейчас, наоборот, начинают у обычных потребителей снимать те льготы, которым давали, чтобы они не очень-то кризис почувствовали. И, с одной стороны, на оптовом рынке газ вроде подешевел. Там 400 примерно долларов за тысячу кубов. По сравнению с несколькими тысячами долларов, которые были в 2022 году. А конечному потребителю зачастую, наоборот, ценник поднимают. Потому что вот все, как бы кризис закончился, давай-ка переходи на рыночные условия. И тарифы растут. Поэтому европейцы, наверное, не совсем рады-то именно обычные потребители. Что кто-то там хочет отказаться от российских поставок. Но еще осталась нефть. По нефтепроводу «Дружба», по южной ветке. Она идет в Венгрию, Чехию, Словакию. И вот сейчас очередная была попытка европейцев, а давайте, может быть, 14-й пакет, значит, несем окончательно запрет. Но Венгрия продолжает его блокировать. И причин, почему, наверное, Венгрия должны отказаться от такой практики, мы не видим. Но они блокируют именно по этой позиции, что отказ Венгрии от российских энергоносителей в данный момент неприемлем. Поэтому убирайте этот пункт, они говорят, из очередного санкционного пакета. Да, и, судя по практике, добьются этого, потому что, можно вспомнить, еще в 1922 году, весь май, Евросоюз вообще не мог ни один пакет принять. Вот тогда шестой еще принимали. Из-за позиции Венгрии. Вот тогда в шестом пакете прописали запрет на импорт российской нефти и идти продуктов. Венгры блокировали его целый месяц, пока не поменяли формировку. Что запрет на импорт российской нефти, которая переводится морским транспортом. То есть, чтобы нефтепроводные поставки остались. И вот только когда венгры добились такой формировки, они согласовали этот пакет. Потому что в Евросоюзе все-таки санкции принимаются только единогласно. Если хотя бы одна страна против, этих санкций не будет. Поэтому вот они все больше пробуксовку, в общем, можно сказать, есть в Европе. Принятие каждого последующего пакета, потому что он все более и более болезнен для самих потребителей. С июля, кстати, Венгрия возглавляет Евросовет. Ну, у них там переходящая-то должность. И вполне возможно, риторика антироссийская будет еще меньше. Ну, по крайней мере, стоит на это рассчитывать. Тем не менее, цены на газ в Европе, по последним данным, около 400 долларов за 1000 кубометров. При том, что по последним отчетам в подземных газохранилищах еще зимних запасов осталось достаточно много. Более 60% заполняемости газом. А как так? Вроде у них и газа очень много, и в то же время цены, мы видим, растут и растут. 400 – это серьезная цифра. Да, более того, даже сейчас вроде как еще жары такой нет. И казалось, что как только закончится топить на сезон, и вот такой весенний период, цены прямо обрушатся. И все ждали, что будет 200-250 долларов за 1000 кубов. В какой-то момент они пошли вниз и достигли 270, а потом качнулись обратно. И вот сейчас действительно подросли. Во-первых, из-за того, что у норвежцев немного снизилась добыча, они проводят регламентные работы, ремонты разные. И норвежцы снизили объем производства. Может быть, конечно, они застеснялись по этой публикации, которую мы тоже как-то раз обсуждали, что норвежцев явно в негативной форме начинают обвинять, что они новый «Газпром», что вот они захватили, монополизировали газовый рынок и прочее, но в основном без технических моментов они сократили свою добычу, свою поставку в континентальную, скажем так, Европу. Но главная причина – это то, что европейцы, делая ставку на жирный природный газ, они загнали себя в такую ловушку, когда они вынуждены всегда конкурировать с азиатскими рынками. И в зависимости от того, как развивается прежде всего китайская экономика, вот такая будет цена в Европе. Потому что чем больше Китай развивается, тем больше ему нужны энергии, он начинает скупать в том числе жирный природный газ и, соответственно, создает таким образом дефицит на глобальном рынке. То есть СПГ сделал рынки взаимосвязанные между собой. Соответственно, цена в Азии выше, значит, танкеры начинают туда уходить. И европейцы вынуждены поднимать цены у себя для того, чтобы приманить, можно сказать, ценникам обратно газовозы. Если этого не происходит, у тебя начинается дефицит. Поэтому в Европе все-таки держится высокая цена вслед за азиатской. Да, но держится высокая цена, и, возможно, цена будет еще выше, потому что все больше мировых нефтегазовых гигантов. Говорят, что мы уходим из Европы. В частности, Shell, ExxonMobil заявили о том, что продают свои газовые месторождения в Северном море. Chevron тоже по этому пути идет. Берет пример со своих коллег. Почему уходят? Потому что говорят, что для нас есть более перспективные рынки, более перспективные активы. А Северное море практически себя выработало. То есть Европе придется еще больше завозить энергоносителей издалека. Сейчас мы уходим на новости Игоря Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. Сегодня с нами в этом часе.